Отлично. Значит, смотрите, да, вот проблема Стиннерда – это проблема алгебрической топологии, такой гомотопической даже, поэтому на протяжении всего доклада мы работаем, собственно, либо в категории клеточных комплексов, причем хороших клеточных комплексов, мы всегда предполагаем, что у нас все клеточные комплексы конечного типа, то есть гомологии, все группы гомологии, конечно, порождены. Ну, либо в стабильной категории, в категории спектров, но со спектрами мы тоже всегда предполагаем, что у нас все хорошо, а именно все спектры у нас будут ограничены снизу, то есть как бы бесконечность вниз нет ничего. И они будут тоже конечного типа, то есть у них тоже гомологии, все группы гомологии конечной порождены. Нет ничего внизу, вы имеете в виду смысла, что это очень отрицательная контактическая группа. Ну, да, да, да. Вот. Хорошо. Значит, дальше так, мотивация к тому, что будет происходить дальше. Значит, вообще вот чем так занимается, в кавычках, алгебрическая топология. Ну, значит, у вас есть категория, которую вы хотите изучать, да, это вот категория клетчных комплексов. Вот. И дальше у вас есть много разных функторов в алгебрических категории. Ну, там, в группы, да, их можно снабжать какой-то дополнительной структурой, там, иногда кольцом, иногда там модулем над чем-то. Вот. Поэтому я так написал просто некоторые алгебрические категории. Вот. Ну, их, в общем-то, на самом деле, хороших не так много. Вот у вас есть функтор гомотопических групп, да, есть функтор сингулярных когомологий, есть всякие разные теории кобардизмов, вот, там, да, ориентированные, неориентированные, стабильно комплексные, можно еще накладывать, вот. Вот. Ну, и есть разные к-теории, да, там, ориентированные, комплексные, можно, значит, стабильнее теории, более какие-то продвинутые изучать. Ну, в общем-то, ситуация вот такая. Ну, и понятно, когда у вас есть довольно ограниченное число функторов, естественно, спрашивать про их естественные преобразования. Вот. Ну, и на самом деле, для части из этих функторов эти естественные преобразования люди там изучали и что-то про них понимают. Вот. Например, из гомотопических групп есть гоморфизм Гуревича, известный, да, в гомологии и в бордизме, вот, который, значит, все хорошо знают, про него есть много теорем и много непонятностей. Вот. Но он более-менее куда угодно, и же не только в гомологии и бордизме, в любую теорию к гомологии. Ну, как он к теорию? Ну, это же просто отображение вдоль... У вас есть любая кольцевая теория, есть отображение сферического спектра в вашу теорию. Ну, хорошо. И оно индуцирует... Ну, да, более-менее с того года, соответственно. Ну, может, куда угодно? Да. Да, спасибо. Вот. Ну, значит, если мы смотрим кабардизм и к-теорию, то тут есть теорема Конер-Флойда, которая выражает одно через другое. Вот. Ну, и там есть категория к гомологии, то там, если кольцевые, то характер черного. Ну, если не кольцевые, то, значит, разные мегачлены от класса черного. А то, что нас будет интересовать, это, естественно, преобразование между кабардизмами и когомологией. Вот. Ну, вот я утверждаю, что для там, если мы смотрим с клетчатыми комплексами, то их можно даже очень легко написать. А именно, значит, если вы хотите отобразиться из энты группа бардизмов в энты гомологии, то, ну, так, не очень много чего можно сделать. Если у вас есть представитель в бардизмах, да, то есть B – это стабильный комплекс многообразие, и F – отображение из B в X, то, ну, разумно ему сопоставить, значит, просто прямой образ фундаментального класса. Вот. Ну, обратно из кобардизмов в когомологии можно сделать двойственное отображение, да, то есть если у вас класс кабардизма – это отображение из некоторой надстройки над X в MUN плюс S, ну, и такое отображение можно отправить в фулбек фундаментального класса. Вот. Мы знаем, что в стабильной категории у нас обе теории представимы, да, у нас есть TEMU – это представляющий спектр для кабардизмов, и KZ – это представляющий спектр для когомологии. Конечно, если у вас есть естественное преобразование, то оно должно индуцироваться каким-то отображением представляющихся спектров. Ну, и вот понятно, что в данном случае… Ну, вот. Да, давайте посмотрим, какие вообще бывают отображения из MUN в KZ. Отображение из MUN в KZ – это H0. Вот все такие отображения – это H0 от KZ. Вот. H0, извините, что такое-то? H0 от MUN. И это Z, которое порождено, собственно, в универсальном классе. Ну, вот легко понять, что вот эти отображения, которые здесь написаны, это ровно отображения, которые индуцированы отображением спектров вот заданным универсальным классом. Заодно мы видим, что отображение, которое у нас сохраняет бродуировку, оно более-менее единственное с точностью до умножения на констант. Ну, то есть оно единственное с точностью до умножения на констант. И, собственно, вот это отображение, мы и будем что-то про него принимать. Ну и теперь проблема Стиннреда. Проблема Стиннреда – это просто задача об описании образа отображения мюса звездочек. То есть об описании образа вот этого, естественно, отображения. Ну, если это все дело расписать, то это такая задача, что значит этот вопрос, когда для класса гомологии существует стабильно-комплексное гладкое и замкнутое многообразие и отображение f и замкнутое х, такие, что у вас, значит, х просто реализуется прямым образом фундаментального класса. Вот. Значит, конечно же, вот тут я говорил, что х – это клеточный комплекс, но, конечно, все то же самое, можно сказать, когда х-спектор. Вот. И, конечно, когда х-спектор, то правильность здесь му не вызывает сомнений. То есть, конечно, этот вопрос надо ставить для ему, а не для других теорий бардизма. То есть ему правильнее. Вот. Но когда мы переходим? Что? А почему? Ну, из-за некоторой универсальности. То есть, как бы, ему… Почему не МСО? По крайней мере, не МСО. Почему не МСО? Ну, стабильный МСО, кажется, как-то… Глупо. Вот. Ну, я сейчас скажу. Сейчас скажу. Вот стабильный МСО, кажется, не очень хорошо, но нестабильно. Уж кажется, что про МСО надо спрашивать. Да, потому что, ну, мы хотим… Нестабильный – это очень разумный вопрос. Если вместо ему поставить МСО, то эта стабильная комплексность просто уйдет. Да, как бы. И будет ориентированность. И тогда проблема с Тиннером, собственно, классической станет, когда вы Х можете реализовать прямым образом гладкую многообразие. Вот. Но в этом случае есть следующее замечание, что, значит, верно такое утверждение, что вы класс гомологии можете реализовать ориентированную многообразие тогда и только тогда, когда вы класс Х помноженный на некоторое… в некоторую степень двойки реализуется стабильно-комплексно. То есть на самом деле вопрос про стабильно-комплексную реализацию, он включает в некотором смысле себе вопрос про ориентированную реализацию. Если вы умеете понимать, когда класс комплексно реализуем, то вы умеете понимать, когда он ориентированно реализуем. Надо просто проверить, вот, можете ли вы помножить на степень двойки, так, чтобы там комплексно реализуем. еще раз утверждение в том, что комплексная реализация более сложная, а разница между комплексной и вещественной это просто зашит в степени двойки, в окручении. Хорошо, это в общем-то сама проблема, описание его образа. Далее, я думаю, опять же, можно догадаться, что мы сравниваем какую-то теорию когмологии, в нашем случае кобардизма, с гомологиями. Вообще, у нас есть замечательная вещь, которую кобардизм считает гомологиями, а именно спектральная пациентация Техерцебруха. Значит, давайте я напомню, что у вас спектральная пациентация Техерцебруха, просто Е2 – это, собственно, РТ-гомология с коэффициентами в гомотопических группах. МУ, да, ну и давайте тоже напомню, что гомотопические группы МУ – это просто кольцо многосленов, от образующих четных размеров. Вот такая спектральная пациентация. Ну и дальше, значит, у нее, соответственно, дифференциалы в гомологическом случае бьют, ну вот сюда, вниз по гомологиям, вверх по теории. Значит, есть спектральная пациентация для кобардизма, да, ну и можно заметить, что внизу у вас ничего нет, поэтому у вас есть, и здесь ничего нет. Поэтому у вас есть нулевая строка. У вас есть нулевая строка, и дифференциалы бьют из нее. В частности, у вас Е-бесконечность – это подгруппа Е2, да, и Е2 – это просто H2, H, H, это что ж такое-то, HN? А Е-бесконечность у вас отображается, это фактор кобардизма, M, N, T. Правильно? Значит, смотрите, Е2 – это просто на втором листе строчка, Е-бесконечность, она туда вложена, Е-бесконечность – это будет фактор бардизма, а Е2 – это просто равно гомологию. Таким образом, вы получаете, ну, вот отображение, да, сквозное. Ну, значит, и понятно, что это отображение, оно естественно и стабильное, потому что у вас в петриарном пациентстве на сетях Ерцебруха реально и стабильное. Вот. Ну и, значит, там как бы довольно понятно, что это ровно, ну вот, наше отображение реализации. Ну и, в частности, значит, мы получаем такое утверждение, что пусть у нас дан клещный комплекс или спектр, вот, ну и тогда, собственно, класс X в Е2 будет реализуем тогда и только тогда, когда X выживает до Е-бесконечности. Вот. Ну или что то же самое, у вас класс реализуем тогда и только тогда, когда на нем все дифференциалы, спецентральность на сетях Е2 действует нулем. Вот. Ну и, собственно, абсолютно аналогичное утверждение для Когамова. Понятно, да? Вот. И это будет сейчас вот как бы большинство старых результатов по этой проблеме, вот оно, собственно, как бы следует из анализа спектральной последовательности, поэтому у нас сейчас некоторое время будет вот анализ этой спектральной последовательности. Вот. Ну и давайте заодно как бы замечание, такое, на самом деле, очевидное, скажем, что из этого, ну это можно проще понять, что всегда можно считать, что X-конечно. Вот. То есть у вас вопрос реализации не зависит от старших классов гомологии. То есть если вы хотите реализовать N-класс гомологии, то от того, что дальше, у вас его реализация не зависит, потому что у вас дифференциалы бьют назад. Ну или еще это можно там через термокличную космическую коммерцию. Что если у вас есть отображение, которое реализует класс, то оно лежит в N-то-мост. Надо дальше ему как бы наплевать. Хорошо. Второе замечание, более важное, оно такое, что, значит, стабильной категории, стабильной категории у вас, значит, смотри, вот есть гомология. Гомология представлена всегда, сингулярно. Вот. А с гомологиями дело плохо, потому что, в нестабильной категории, они вообще непредставимы, ни в каком смысле. Категории спектра в гомологии вообще никак не представимы. И поэтому у вас нет никакого универсального N-мерного класса гомологии в малой размерности. Вот. Но стабильные категории, они почти представимы. Вот. А именно, значит, замечание такое, что пусть у вас x конечный связанный спектр, значит, связанный, это значит, что ну него π меньше нуля равно нулю. Вот. Значит, конечный связанный спектр. И в нем есть класс инмерных гомологий. Вот. Ну, утверждается, что тогда такой инмерный класс представим некоторым классом вот в таком спектре. Значит, вы взяли N-то остов отказать от спектра Н-мерга Маклеина, взяли по нему двойственник в спине Руайтхиду, ну и вот подвинули как бы это такой нормировочный счет. Понятное утверждение, да? Да. И класс гомологии это просто вот двойственный к образующей здесь вашему. Давайте, значит, если это немножко удивительно, давайте это докажем. Вот. Доказательство такое. Ну давайте посмотрим на D от x. Двойственный по спине Руайтхиду от x. Тогда в нем есть класс D от A, двойственный к нашему классу гомологий. Вот. И это уже класс когомологии, поэтому он задает отображение в минус-энтую настройку на отказательство. Вот. Дальше D от x связан с спектром. Поэтому у вас как устроены клетки в D от x. У него есть, ну вот, вот он вот так устроен. Вот тут ноль, и он дальше идет вниз. А вот здесь вот ничего нет. В положительной размерности у нее ничего нет. Поэтому, а как устроен минус-энтая настройка над КЗ? КЗ, наоборот, в бесконечность вперед идет, поэтому она устроена так. Она идет от минус-эн и вот сюда дальше. А вот здесь ничего нет. Ну и понятно, когда вот, что вот отображение из такого спектра, когда у вас ноль и что-то дальше, вы отображаете в минус-эн и что-то дальше, то у вас, ну, опять же, там, по, так как любое отображение гомотопно-клеточному, то такое отображение гомотопируется, ну, вот надо как бы, ну, вот в этот остров до нуля. Ну, а этот остров до нуля, это ровно минус-энтая настройка над энтом островом КЗ. То есть вы получаете, что D от A пропускается через вот это. Но после этого надо просто вот этому отображению применить двойственную спиннервацию. Здесь вы получите D от D от X, что X, а здесь вы получите D от вот этого спектра, что вот этого спектра. Вот. То есть утверждение про то, что в стабильной категории гомология, это вот почти представим, если вложить некоторые условия, конечности связаны, например. Но гомологии становятся представимы. Ну, и это супер, потому что, как бы, из этого следует, что в стабильной категории у нас есть универсальный класс, энмерный, и из этого следует такая лемма. Сейчас мы ее докажем, она такая важная. Значит, лемма следующая, что существуют нейтральные числа, но мы их будем считать, как бы, потом минимальными. Значит, KS от N и K от N такие, что если у вас есть связанный спектр, и в нем класс энмерных гомологий, то после домножения на это число, ну, вот этот класс становится реализуемым. И аналогично для клещных комплексов. Если у вас есть клещный комплекс и класс энмерных гомологий, то у вас существует число, которое зависит только от размерности. Вот это важно, зависимость здесь только от размерности. Что после домножения на него класс реализуем. на самом деле просто существование такого числа очевидно потому что спектральный дифференциал и конечного порядка но то что это число можно выбрать независимое от х это в общем-то некоторое утверждение что это число можно выбрать независимое от х но давайте это докажем теперь после того как мы все поняли не очень сложно в стабильной категории мы поняли что у нас есть универсальный класс поэтому очевидно что KSATEN это просто минимальная кратность с которой у вас должен реализоваться вот ваш универсальный класс правильно вот ну а минимальная кратность которая реализуется это минимальная кратность которая выживает в спектральном сетях Херцебруха вот но как бы она конечно есть потому что вот спектралка будет устроена вот таким образом то есть у вас здесь будут нули здесь будут нули этот спектр конечный здесь нули здесь нули вот все дифференциалы имеют конечный порядок и так как у вас справа и слева как бы нули то дифференциалов конечное число ну поэтому как бы вы там домножить на что надо и получите вот это замечательно ну а второй пункт про нестабильную ситуацию он доказывается так на всякий случай уточню вот в этой картинке у вас в принципе бывают еще внизу группы но они вас не интересуют потому что вот справа тоже нули да ну в смысле я имею ввиду что тут бывают отрицательные гомотопические группы этого спектра да не-не это писать лёжечка это му это для а там му да-да-да-да то есть тут тоже нету снизу хорошо давайте теперь докажем нестабильное утверждение вот это значит ну оно доказывается вот так вот значит смотрите мы можем от x перейти к настроечному успеху ну понятно что у нас спектральная пациентная статей хексабруха при этом и заморкнут переходы да потому что она стабильная и вопрос реализации соответственно тоже остается но здесь мы уже знаем что у нас x реализуется с кратностью а именно с кратностью с ks от n-1 да давайте я вот ну а дальше просто k от n надо положить такой ну минимальный а почему n-1 давайте я поясню почему n-1 вот тут такой как бы проблема в терминологии значит давайте заметим что вот ks от n мы определяли как минимальная кратность для связанного спектра но вот как я уже сказал связанный это на самом деле значит как бы минус 1 связан минус 1 connection да окей но вторичный спектр 0 связан поэтому вот ну просто как-то очень хочется называть спектр сфер связан спектром поэтому поэтому тот вылезает минус единичка замечательно вот то есть да мы поняли что существуют кратности стабильная кратность и нестабильная кратность с которыми у нас все реализуется вот такие зависящие только от размера вот ну и соответственно дальше мы будем хотеть что-то про эти кратности понимать вот про ks от n и k от n то есть дальше разговор будет идти про эти кратности значит первая теорема которую про спектральную статей херцебруха для бордизма она такая значит эта теорема значит она ни у Новикова ни у Брауна Петерсона не написана но из работы Новика и из работы Брауна Петерсона она следует поэтому вот а где она прямо в такой формулировке написана я даже если честно не знаю вот в общем-то есть такая теорема по сути принадлежащая Новику и Брауна Петерсона что спектральная статей херцебруха для бордизма p компонента дифференциала drn0 сейчас только почему я стал как логическое писать извините равна нулю при r несравнимом соединиться по модулю 2 на по минус 1 а вот ну значит равносильная формулировка может быть более простая что если вы спектральную постоянность локализуете p то есть помножите на целый числ локализованной p ну или что то же самое рассмотрите на ее для ему локализованную p то дифференциал ой дифференциал да что ж такое drn0 будет равен нулю как только r несравнимо с единицей по модулю 2 на по минус 1 ну давайте сделаю просто как бы замечание почему она следует ну на самом деле дифференциалы спектральной пенсионности отихи цебруха для ему они просто такие же как дифференциалы спектральной пенсионности для брауна петерсона по крайней мере уж на нулевом листе так точно потому что у вас ну вот у стягивается с брауна петерсона а у брауна петерсона вы знаете что гомотопические группы ну вот у них собственно образующие в размерностях 2 на p-1 2r на p-1 здесь утверждение в том что мл локализован это просто сумма брауна петерсона а спектральной это самая просто сумма спектральной соответствующих да 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 хорошо вот какое из этого дело следствие ну следствие понятно что у вас на произведение по всем p p в степени на минус 1 делить на 2 на p-1 оно делит оно делится на число знаем что число ks от n это такое минимальное число на которое надо умножить в класс вот наш вот этот вот в этом пространстве да там двойственным пассивнирует веду к некоторому острову kz чтобы этот класс реализовался чтобы этот класс вышел до e-бесконечности но дальше смотрите у меня дифференциалы они бьют на 2r на p-1 плюс 1 то есть они как бы через 2 на p-1 бьют и вот эта штука гомология они не содержат p-квадрат вручения ну почему потому что это то же самое ну давайте тут как бы размерности забью но это в общем-то потому что гомология kz не содержит p-квадрат вручения я тут некоторые махинации с kz проводил в общем-то очень понятные вот но гомология kz не содержит по-квадрат вручения поэтому и c-штука не содержит по-квадрат вручения вот поэтому у вас порядок дифференциала каждого он не больше p значит это для ему локализованного p сейчас извините я кажется немножко туплю но сейчас это вот значит на втором листе там нет p-квадрат вручения там стоят эти гомологии с коэффициентами в ему с коэффициентами в пи созвездочке от ему то есть там какое-то их количество просто почему на следующих 300 не появится p-квадрат вручения это можешь обратить p просто везде у тебя на самом деле только в нулевой строчке будет что-то без кручения а все остальное это будет сколько-то z-p-p-z наверное не мне кажется это общее утверждение про спектральные последовательности что если у вас есть ну давайте локализуем во-первых все в p чтобы как бы всего остального нет вот ну если у вас есть как бы либо целые вещи то есть z-локализованное в p либо z-p-p-z то p-квадрат кручения никогда не может быть нет ну изображение z умножение на p-квадрате да куэдро это z полно для p-квадрата я что-то не понимаю а а вот все я понял господи извините вы конечно правы извините да 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 дело не в том что не содержит p-квадрат кручения что это p-круч извините у вас z только здесь а то есть то что Леша сказал да а здесь все кручение да спасибо да извините действительно да кручение и на самом деле p-кручение да спасибо спасибо конечно не содержит пока кручение это очень мало да вот поэтому каждый дифференциал аннулирует с умножением на p вот и их ну и они бьют через 2 на p-1 ну и все значит чтобы этот класс вышел его достаточно домножить на p в степени число дифференциалов ну а число дифференциалов это n-1 2 на p-1 ну и отсюда уже берется вот этот хорошо это такая оценка дальше дальше есть теорема букштабера и бранфеля они значит ее независимо доказали что эта оценка на самом деле точна что на самом деле если вы смотрите для вот этого пространства то здесь все эти дифференциалы будут нетривиальны то есть условно говоря вот давайте я что-то уже перерисую потому что сейчас я вот ту ну давайте вот здесь объясню да то есть вот утверждение букштабера бранфеля такое по крайней мере букштабера ровно так все доказывается что вы берете вот этот спектр который у вас как бы представляет домология условно говоря берете вот этот класс дальше вы смотрите первый дифференциал значит утверждается что он имеет порядок p это мы разобрали и он не нулевой тогда вы берете и домножаете вот этот класс надо домножить на p чтобы он лежал в его ядре все у вас первый становится нулевым вы смотрите второй вот утверждается дальше что второй не равен нулю что вот это не ноль он опять имеет порядок p вам надо опять домножить на p он становится нулевым и дальше третий опять не ноль ну и так далее то есть утверждается что вот для этого пространства игралка устроена очень просто все дифференциалы не ноль ну а именно здесь сложно понять что не нулевые ну вот кстати довольно непросто то есть буштагеры там я вот пранфеля внимательно не читал но буштагеры там довольно такие непривиальные трюки используют это какое-то явное вычисление с этим скелетом или нет что то есть это какое-то явное вычисление со скелетом для пространства номерного клеяна не-не-не-не-не-не-не он условно говоря ну понятно это утверждение как бы вот мы получили верхнюю оценку что кс от n условно говоря меньше либо равно чем вот это вот а теперь нам нужна нижняя оценка и нижняя оценка про пример то есть как бы вам нужен пример класса который бы надо было умножить только на что-то очень-очень большое чтобы он реализовался и дальше примером является на самом деле ну там ни разу не вот эта вещь ни разу не вот это пространство уже другое пространство и доказывает что оно не реализуемо совсем из других соображений то есть там трюк это уже это уже не спектрально анализируется это короче говоря утверждается что оценка точна давайте значит для простоты для натурального n будем обозначать ню п от m порядок вхождения п числа m да то есть у нас для m будет такой равен вот ну и тогда терема Буштеббрайфеля может переписать что ню п от кс от n это вот такое число чтобы не писать эти произведения постоянно вот мы просто ведем порядок значит значит да значит давайте обсудим вот что значит может казаться что возможно как бы нестабильное число оно просто равно стабильному может быть жизнь так проста что просто есть такое равенство но оказывается что его нет вот по такой причине есть такое утверждение что пусть у вас x конечный клеточный комплекс тут важно что он именно клеточный это уже не спектр вот тогда спектральный пассивный сетяхерцебруха для бордизма вот этот дифференциал всегда равен нулю то есть дифференциал который если по-простому говорить что если у вас клеточный комплекс то дифференциал который бьет в размерность один по гомологии всегда равен нулю каких-то ну таких совсем дурацких причин на этом нет потому что вообще-то у вас в первых гомологиях вполне себе может быть кручение стоять как бы вообще он в принципе может последний дифференциал который бьет размерность один если клеточный комплекс то в размерности ноль стоит z и поэтому сюда дифференциал нет вручения ну а дальше нули то есть последний дифференциал всегда равен нулю и в частности в нестабильном случае можно получить лучшее верхнее оценку а именно вот такую то есть можно еще единичку отнять получить минус 3 делить на 2 например и это как бы показывает что вот ну вообще-то нестабильный мир то есть у вас условно говоря нестабильные эффекты ну вот у вас в стабильном случае просто утверждается что есть пример где все дифференциалы бьют подряд а дальше утверждается что как бы вот в нестабильном случае нестабильные эффекты они вообще могут влиять дифференциалы и они их могут занулять вот и поэтому вообще-то говоря ситуация другая вот значит дальше из стрема бухштабера брайфеля можно вообще выудить вот такое следство что есть такое неравенство то есть вот это неравенство я уже объяснял что как бы верхняя оценка на стабильное число является верхней оценкой на нестабильное число но давайте обсудим вот это неравенство его тоже не очень сложно понять значит а именно вот у вас есть давайте просто x это вот пример для стабильного процента и у вас есть вот x маленькая это ну собственно все пример и это связан спектр вы хотите по этому связанному спектру построить какой-то пример в нестабильной ситуации ну понятно как устроить надо просто взять x представить какой мегаспектр здесь вот x равен x q можно представить какой мегаспектр дальше давайте посмотрим что у нас с этим мегаспектром будет происходить вот давайте возьмем x q он у нас q минус 1 связан здесь стоит 0 здесь q минус 1 здесь все нули вот ну а дальше у нас идет что-то и вот здесь стоит наш класс x размерность n ну поэтому значит если n меньше чем 2 на q минус 1 то есть если n меньше чем 2 на связанность нашего пространства то у нас очевидно что ситуация остается стабильной спектральная пассивность для x q она просто такая же как спектральная пассивность для всего спектра у нас ну мы живем в стабильном рано вот ну а как бы если n становится больше чем 2 на q минус 1 то ну вопрос то как бы дифференциалы вообще-то говоря могут меняться у нас нет стабилизации вот ну и собственно вот из-за этой двойки которая здесь возникает вы можете раскрутить до тех пор чтобы q минус 1 было равно пополам ну вот это вам даст пример на одну вторую идейно понятно то есть вот эта одна вторая она берется из того что переход из стабильного мира в нестабильный он вот как бы увеличивает размерности над ну и разумный вопрос который здесь можно ставить что а к чему же ближе вот это число не за нуля спектральный а вот эта ситуация она как бы больше про тот эффект что наоборот нестабильный эффект прям очень сильно за нуля дифференциал и у вас как бы вот все дифференциалы начинают нулиться ну и собственно вот это то что было по значит старым результатам я хочу сказать вот чтобы закончить со старыми результатами что я тут совсем не говорил про результаты Тома такие то есть на самом деле первый по проблеме Стинрода в таком его классическом варианте продвинулся Том вот но более-менее все его результаты они там как бы если с точки зрения современной науки подходить они относительно очевидны вот поэтому я решил как бы сразу современной науки идти а как бы не со старыми но как бы то что Том здесь сделал это важно тоже понимать хорошо значит теперь собственно основная основные мои результаты вот значит основная это такая теорема 1 значит утверждается что любого n и простого p имеют место такие неравенства что у вас ню p от k от n значит вы сверху ограничиваете n минус 3 но это я уже объяснял это как бы не очень существенно у вас было n минус 2 стало n минус 3 вот а снизу получается какое-то принципиально новое число снизу вот такое число сумма по этой бесконечности n минус 1 делить на 2 на 5 степени надо взять целую часть но видно что вот эти как бы числа они хоть имеют совсем разную природу сейчас мы обсудим чем мое число лучше значит но перед тем как это обсуждать давайте заметим совсем простое следствие что если вы возьмете это оценки для ню p а все число k от n это произведение по всем простым p p в степени вот эти степени вот но так давайте заметим что произведение по всем p p вот в этой степени это просто n минус 1 пополам в бактериал это там называется чьей-то теоремой что про показатели при p в бактериал вот в общем-то вот это это написано показатели при p в бактериале поэтому из этого такого из моей теоремы забавное следствие что k от n делится всегда на n минус 1 пополам бактериал это такое забавное замечание второе следствие что если вы если у вас существует l такое что n зажато между 2 на p в степени l плюс 1 ну и вот 2 на p в степени l плюс 1 плюс 2 на p минус 1 то вы можете точно посчитать n p от k от n ну откуда это следует ну вот давайте например возьмем 2 на p в степени l плюс 1 тогда у вас снизу здесь будет стоять сумма чего 2 на p в степени l делить на 2 на p в степени i а здесь будет стоять целая часть от 2 на p в степени l минус 2 делить на 2 на p минус 1 вот ну понятно что как бы эти вещи равны и вот равны тому что написано короче утверждается что просто в это следствие не очень глубокое просто вот в этих вот если n зажато так то верхняя и нижняя оценка просто совпадают и равны такому знаете пример пример такого класса что а вы знаете пример такого класса на котором это реализуется ну ну как бы это теорема нижняя оценка доказана вот поэтому конечно под нее есть пример да я не знаю конструктивно вы его можете как-нибудь построить или нет конструктивно но там довольно конструктивно хорошо хорошо она гомотопическая я конструкцию я расскажу хорошо вот это первое следствие ну и собственно забавное из него то что получается что мы знаем бесконечную серию размерностей для которых мы знаем нюп да конечно вот здесь мы ничего подобного не знали вот а второе следствие забавное что если вы внимательно посмотрите на эти числа то вот ну давайте вспомним что просто вот такая сумма да если вы возьмете сумму по и это н минус 1 верить на 2 на п минус 1 да ну это если вы считаете суммы обратных степеней то есть такая форма вот поэтому легко видеть что если из этого следует что если убрать целые части то у вас нижняя оценка становится больше либо равна чем верхняя вот ну и как бы это объясняет вот это неравенство что можно доказать не очень сложно что если вы из верхней оценки н минус 3 вычете нижнюю оценку то эта разница будет оцениваться поичным логарифмом н минус 1 пополам ну плюс по праву вот но это поичный логарифм это условно говоря ровно число целых частей которые вам здесь надо взять вот ну и в частности в частности у вас отношение верхней и нижней оценки очень быстро стремится к единице и в частности отношение нюпе от кн к нюпе от кс от н тоже стремится к единице вот и это в общем-то отвечает вот на вопрос к чему же ближе то есть оказывается асимптотически нюпе от кн все-таки ближе сюда то есть оказывается что условно говоря нестабильные эффекты они по большей части дифференциалы не за нуля то есть они там как-то влияют но по большей части дифференциалы они не за нуля как бы все сохранить ну это вот собственно такой основной результат ну и второй результат давайте уж я вам скажу что можно явно посчитать что вот значит в некотором ранге размерностей нижняя оценка точна вот а именно если н меньше чем 2 квадрат плюс 2п то утверждается что нюпе от кн все-таки равно нижней оценке вот ну из этого забавного следствия что при н равном 12 да 12 это взялось от того что я сюда поставил 2 12 это 2 на 4 плюс 2 на 2 поставил сюда минимальное п это будет 12 вот из этого значит следует что при н меньше 12 и кт это просто нс1 ну а значит как бы при н меньше если сюда подставить тройку то будет 24 ну вот к со будет значит как я уже говорил к со то есть кратность в ориентированной реализации отличается от кратности в стабильной реализации двойка то есть надо просто это будет максимальный нечетный делитель ну вот нс1 просто вот это число к оттен поделить на показатель двойки в нем и получится к со оттен и это будет точно вот это собственно как бы история есть какие-то вопросы может быть второй теоремия там два слагаемых да все получается да 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 то есть там ну там действительно маленькие числа после того как взяли произведение по всем числа не маленькие но глобально числа маленькие но это на самом деле тоже довольно забавно потому что вообще люди как бы вот в ориентированном случае люди знали примерно до там 11 точно абсолютно значение большое продвижение точно человечество совсем не умело строить явно примеры классов которые бы не реализовались после умножения на p чтобы их надо было умножить на p квадрат а не на p на p могли а p квадрат не могли вот ну хорошо значит дальше вот собственно как я уже сказал ну вот эта теорема она на самом деле совсем не сложная вот а именно надо просто повозиться со спектральной пациентой сетчерцы бруха то есть просто надо доказать что после того как бы на это домножили как бы вот этого хватает что дальше никаких дифференциалов нет ну это там можно значит как-то повозившись доказать значит вот это неравенство я уже более-менее объяснил что оно следует из такой теоремы вот можно доказать что последнее место просто никогда дифференциала нет и ну поэтому хватает вот это хватает а вот это неравенство примерно понять что там нет дифференциала ну вроде у меня хватает времени не хватает поэтому может быть могу ну ладно давайте да давайте если что я потом докажу да хорошо да а вот это как бы неравенство оно такое довольно важный принципиальный момент в работе и ну понятно что это нижняя оценка то есть это утверждание не хватает что больше чего и чтобы его доказывать надо строить пример класса который был бы плохо реализуем да то есть он его он был бы реализуем только после домножения на там достаточно большую степень простого числа для того чтобы строить примеры нереализуемых классов то есть давайте давайте как бы работать саму локализованным P чтобы как бы от остальных P уйти вот я как бы хочу пример класса гомологии такого что ну вот например там X умноженный на достаточно большую степень P P в степени R был нереализуем да и там R ну в кавычках напишу большое ну разумно что для того чтобы доказывать что что-то нереализуемо нужны какие-то препятствия к реализуемости вот с одной стороны у нас как бы с препятствиями проблем нет у нас есть так сказать богом данные препятствия это дифференциалы в спектральной пистенции статей Черцебрух дебардизма то есть препятствия это дифференциалы спектралки вот но с другой стороны как бы дифференциалы спектральной последовательности они на то и дифференциалы спектральной последовательности что ну явно про них понимать что-то очень сложно то есть как там явно доказывать что какой-то дифференциал не равен нулю ну это в общем-то совсем непонятно то есть у вас есть какие-то общие свойства но явно с ними работать как-то очень тяжело поэтому с одной стороны препятствия есть с другой стороны от этого не сильно легче потому что с ними ничего не понятно ну и дальше основная идея собственно да ну это как бы банально что надо локализоваться в П а вторая идея это от бордизмов перейти к категории то есть вот оказывается что дифференциалы спектральной сенсития отехи цебруха для бордизмов понять как бы очень сложно и вот там я не понимаю как про них что-то явно а для категории оказывается что можно про них что-то явно понять и вот как бы препятствие это будет ровно дифференциалы спектральной сенсития цебруха для категории Значит, давайте я поясню, почему дифференциалы спектрологии для К-теории – это действительно препятствие. Ну, это следует из такого замечания, что если вы рассмотрите спектрологию Сатей-Херцебруха для К-теории для спектра МУ, то эта спектрология будет тривиальна. Ну, как бы почему? Потому что у вас в К-теории о точке не отключение. Да, это z, t, t в минус 1. Вот. И в бордизмах точки, и в гомологиях бордизмах, ну, в когнологиях, с целым коэффициентом тоже нет отключения. Короче, на Е2 нет отключения. Ну, а так как дифференциал всегда должен быть конечного порядка, то это значит, что все дифференциалы равны нулю. Понятно, да? Ну, то есть, сейчас понятно, что произошло, да? Я не очень понял, как связанная спектрология для К-теора, для МУ с тем, что мы хотим. Не, ну, ну, а, в смысле, почему из этого следует нереализуемость? Ну, нереализуемость из этого очень просто следует, потому что, как бы, ну, такая когмологическая нереализуемость, да, это вопрос про реализуемость для когмологий. А мы, в общем-то, знаем, что это все двойственные вещи, поэтому можно от одного бегать к другому. Это просто о том, что, как бы, можете ли вы отобразиться в МУ так, чтобы универсальный класс Тома стянулся в то, что вы хотите. Вот. Ну, дальше вы знаете, что если вы посмотрите на спектрологическую статью Херцебруха для К-теории, то есть тут будет К-теория точки, а тут гомология когмологии МУ, то на классе У все дифференциалы, это все ноль. Ну, поэтому, если у вас тут теперь в катюре точки идут гомологии ХА, ну, в частности, с функториальности, если у вас Х стягивался СУ, то и на ХСУ будет равновременно. Ну, и, следовательно, как бы, на реализуемом классе дифференциалы для К-теории. Хорошо. Значит, это замечание. Теперь мы чего-то попытаемся понять, теперь я хочу объяснить, почему дифференциалы в К-теории такие хорошие. Извините, а К-теорию вы тут берете обычную или связную, или неважную? Ну, дифференциалы там одинаковые. На самом деле, правильнее брать связную. Но дифференциалы одинаковые. То есть, ну, в общем-то, да. Ну, давайте связную. Давайте. Хорошо. Теперь мы чуть-чуть что-то пытаемся понять про дифференциалы в К-теории. Значит, есть такое вот утверждение, что на самом деле, ну, это, собственно, такой Маундер доказал у себя, что дифференциал там в некотором смысле представимая операция. Вот. А именно про дифференциал спектральной присоединенности, он на самом деле, как бы, про его образ можно думать как про полбейки К-н-вариантов представляющего спектра. Вот. Это я так коротко сказал. А теперь давайте сформулируем. Вот давайте БУП обозначим представляющий спектр для связанной К-теории, локализованной ФП. Да, то есть я взял связанную К-теорию, локализовался ФП, взял представляющий спектр. Вот. Теперь давайте рассмотрим башню Хвостникова для БУП. Вот. Значит, а именно обозначим БУП СЭР, это БРТ-этаж башни Хвостникова. Вот. И, значит, выберем, во-первых, там согласованные образующие, ВАШ-ноль, но, во-вторых, К-н-вариант. Вот. Ну, дальше, так как я буду работать с коэффициентами в Z-локализованном ФП, то мне потребуется, ну, такая, как бы, ну, да, группа кручения, Q-фактор по ZП. Я обозначу бакштейн для такой, бета, это будет бакштейн для такой точной тройки. Вот. То есть это из гомологии с коэффициентами в группе кручения в гомологии с коэффициентами локализации. И КАС-волной. Да, дальше смотрите. Вот у вас К-н-варианты. Известно, что для спектров К-н-варианты имеют всегда конечный порядок. В частности, у вас существуют такие КАС-волной, которые, ой-ой-ой-ой, которые лежат в группе кручения, конечно же. Давайте я даже красный напишу, которые лежат в группе кручения. Такие, что бета-отказ волной равняет с К. Ну, это вот потом нам понадобится. Вот. Ну, и дальше давайте дадим такое определение. Собственно, дадим определение действия К-н-вариантов на классах к гомологии. Вот пусть у вас дан спектр, и в нем есть класс к гомологии. Дальше я хочу определить действия К-н-вариантов на этом классе. Ну, как это можно сделать? Ну, смотрите. Вот у вас есть Х. Класс к гомологии – это просто отображение из ХСА в КЗ. Дальше у вас есть, собственно, то, где лежит К-н-вариант. БУПР. Это там двояртый этаж башни Костя. У вас из него есть отображение в КЗ, заданное классом УР. Ну, я тут настройки совсем забил на них, но не суть. Есть отображение УР. И дальше вы можете спрашивать, а пропускается ли класс Х через БУПР? То есть существуют ли такие отображения? И если они существуют, то вы можете по ним полбетчить К-н-вариантов. Вы можете К-н-вариант по ним полбетчить. Ну, и, собственно, вот вы действия К-н-варианта так определяете. Вы определяете его как полбек по всем F, по всем поднятиям Х сюда. Ну, К-н-вариант. Да, замечание, что эту конструкцию, вот как бы, если... Вообще, ее можно, конечно, делать в любой паре классов здесь. Но оказывается, когда это вот этот класс и вот этот класс, то это хорошо. И то же самое можно делать для К-н-вариантов. Вот такого рода вещи, они называются, они обычно называются там высшими когломатическими операциями. Может быть, вы слышали там, что есть такие там вторичные операции, критичные операции, высшие операции когломатические. Вот. Ну, вот это их пример таких операций. Они вот высшие. В любом случае, уточните, эта штука в ответ дает не один класс, а набор. Да, эта штука, вот она под группа. Это смежный класс. То есть, смотрите, подъемы... Как всякие штуки, тоды и тому подобное. Да, да, да. Ну, да. Вот. То есть, замечание первое, что, вообще-то говоря, К-н-вариантов действия на классе Х, это может быть пусто. То есть, таких поднятий может вообще не существовать. Таких отображений F может вообще не быть. Вот. Ну, и в этом случае мы будем говорить, что, ну, вот эта операция просто там не действует. На Х. Может так случиться, что... Что она содержит ноль. Вот. Ну, и тогда мы будем говорить, что действует нулем. Вот. Ну, и вообще, да, как было правильно замечено, то есть, эта операция, она не везде определена и многозначна. То есть, вообще, как бы, таких F-ов много, полбейки вообще не обязаны совпадать. Это будет некоторый смежный класс вот в этой группе. Вот. Собственно, зачем это нужно? Почему я это вел? Ну, так вот, есть такая теорема, которую, как я уже говорил, доказал Маундер, что, оказывается, что дифференциалы, вот, D2R плюс 1, спектральная специальная статья Херцебруха для теории Кат-Нзер-Зат-П, можно про них думать прям просто как про операцию Кат-ВР плюс 1. Значит, давайте я поясню, что это значит. Вот смотрите. Что такое дифференциал? Как можно себе мыслить дифференциал? Ну, он бьет, из некоторой подгруппы, то есть он бьет, как бы, подгруппа в гомологиях. Давайте. Когм. В фактор групп. Ну, в частности, вы можете, как бы, доопределить этот дифференциал на классах, которые не лежат в подгруппе, просто пусты множества. Если, как бы, Х не лежит здесь, то вы можете сказать, что это просто пусто. Вот. А вместо фактора можно считать, что, как бы, вот, можно считать, что это не фактор, а, как бы, ну, просто многозначный образ. Ваш созвездочек. То есть он понятно. Вы можете считать, что у вас отображение не фактор, а смежный класс по тому, почему вы факторизовали. Ну, и вот, если вы, как бы, будете теперь мыслить про дифференциал, ну, вот так вот, то есть если вы его дополните до того, что вне этой подгруппы пусты множества, и будете думать, что, как бы, дифференциал идет не фактора сюда, что, ну, все это абсолютно равносимо, то вот это будет ровно действие кадра. Это такая замечательная теорема. Она, как бы, опять же, ну, по-моему, она, в общем-то, довольно понятная, так что так должно быть. Вот. Ну, доказательства там довольно технические. Понятно, да? То есть пока я просто хочу про дифференциал думать, как про не везде определенную многозначную операцию. И еще зачем-то, пока абсолютно непонятно зачем, я ввел вот эти касс волной. Это пока непонятно, вот зачем я их делал. Хорошо. Дальше есть следующая теорема Бухштайбера, собственно, аналогичная той вот теореме Новикова и Брауна Петерсона, что спектральный пенсионный Сатехерцебруха для теории Катензер ЗП при Р несравнимом с единицей по модулю 2 на П-1 дифференциал ДР равен нулю. Вот. Ну, тут как бы тоже должно быть понятно, чему теорема верна, потому что, если вы категорию локализуете в П, то из нее будет отщепляться категория Моравы. И в категории Моравы у вас теория точки, она ровно живет в размерности 2Р на П-1. Вот. Ну, вот как бы поэтому в обычной категории у вас тоже как бы дифференциалы бьют только через 2 на П-1. Вот. Ну, в частности, из этого следует, что как бы все дифференциалы рассматривать не надо, надо рассматривать только 2Р на П-1 плюс 1. Ну, и давайте вот поэтому переобозначим. Обозначим уже ФР. Это вот эта операция. И ФР с волной это вот эта операция. Значит, напомню, что ФР это просто то же самое, что 2Р на П-1. Просто такой дифференциал. Да. Ну, и, собственно, весь все, вся прелесть ФР с волной то, что у нас есть такое соотношение. ФР от X равен В это ФР с волной. Замечательно. Да. Ну, собственно, а дальше как бы, ну, вообще у нас весь разговор мы так бегаем от гомологии к гомологии. Ну, и, конечно, нет никаких проблем определить ФР и ФР с волной на гомологии. Вот. Но это можно используя там двойцы спиннировайдхида, можно, на самом деле, и не использовать двойцы спиннировайдхида, просто, ну, у меня вот здесь было написано, покажу, как это сделать. Вот. Ну, то есть, вот у вас, собственно, X, если это класс гомологии, то это отображение просто из X смеш-кзп, из XA смеш-бупр тоже есть отображение сюда, дальше вы можете опять задаваться вопросом поднятия, ну, и после этого надо просто скомпоновать с отображением сюда. Так вы зададите действие на гомологию. Но можно через два сих не рвать. Вот. Ну, и тогда ФР на гомологиях это будет, условно говоря, дифференциал спектральной пациентной статей Херцебруха для К-теории, как для теории гомологии. Собственно, зачем все это было нужно? Это все нужно для следующей теоремы, собственно, самой важной, которая сегодня есть. Теорема такая. Значит, пусть X такой спектр, да, ну, как обычно, я предполагаю, что он ограничен снизу и конечного типа, что к гомологии рациональные его равны нулю. Дальше пусть у вас есть N-мерный в нем класс гомологии, к гомологии, и N плюс 2R на P-минус 1 класс гомологии, на которых определена операция P. То есть класс здесь, класс здесь, и на обоих определенная P. Тогда утверждается, что выполнено следующий равенство. Значит, во-первых, значит, я хочу спаривать Y с F-R с волной от X. Значит, первое утверждение теоремы говорит, что это спаривание не зависит от того, какой именно элемент я возьму в F-R с волной от X. То есть неопределенность этой штуки, то есть как бы та подгруппа, которую вы берете в смежный класс, спаривается с Y-0. Ну и то же самое для X. А второе утверждение, что просто имеет место равенство, что QR с волной от X спаренной с Y, это просто минус X спаренной с F-R с волной с Y. И это все элементы в группе кручения. Вообще это такая очень очевидная теорема. Но теорема понятна в чем. То есть утверждается, что как только F-R определено на X и Y, у меня есть вот такой корректный равен. И ну как бы важное замечание, что здесь стоит именно F-R с волной. Да, потому что давайте мы это скопируем. и я скажу замечание, что почему здесь важно, что стоит F-R с волной. Потому что замечание, что если у вас гомология X-A, потому что замечание, если ну там Y, например, лежит ваш ну давайте когмология. Сейчас, извините, пожалуйста, пусть Y лежит ваше n-когмология. А X лежит V-R на P-1 плюс первых. что ж гомология. Тогда F-R от Y с пареной X-ом равно 0. Ну, и это, собственно, не должно быть удивительно, потому что мы знаем, что F-R с волной F-R от Y состоит только из кручения. Потому что это дифференциал, дифференциал конечного порядка. F-R от Y только из кручения. Поэтому, когда вы кручения спариваете с целочисленным классом, вы получаете тождественный ноль. Поэтому само F-R с чем-либо спаривать вообще бессмысленно. Надо спаривать вот нецелочисленную часть. Ровно для этого как бы придуманы эти F-R с волной. Потому что про F-R бессмысленно так думать. Но вот здесь как бы это вообще не ноль. И это содержит утверждение. Понятно, да, в чем утверждение? И зачем тут F-R с волной? Ну ладно. И вообще как бы еще некоторая удивительность этой теоремы, она тоже такая забавная, потому что условно говоря у вас действие вообще у вас действие F-R на гомологиях и на когомологиях оно слабо связано. Оно условно говоря связано через двое спинер вайки. Ну и оно всегда связано через двое спинер вайки. Всегда двое спинер вайки переводится спектральную последовательность для теории гомологии H со звездочкой для спектральной последовательности отекерца-бруха для теории ко-гомологии H со звездочкой. То есть двое спинер вайки всегда действует на заморке. А вот тут как бы стоит некоторая спаривка. Причем спаривание еще и непонятно чего. Ну ладно. Значит замечание по поводу этой теоремы я ее к сожалению доказывать не буду потому что она не очень сложно доказываться но очень технически надо там учебозначение водить. В общем-то я как-то подумал и решил ее не доказывать. Но замечание что эта теорема остается верной если ко-теорию заменить например на любую число численную ко-теорию Морак. То есть здесь по существу используется на самом деле только одна вещь вот в этой теореме. Что сейчас куда делать что значит вот тут используется что ну там ко-теория точки это ZP от T в минус 1. Какие именно там степени T ну понятно что наплевать как только у вас есть вот это то есть как только у вас есть мультипликативность целочисленность что она свободна и вот некоторая симметричность то есть это либо от T в минус 1 либо от одной перемены то все начинает работать давайте как бы теперь применим эту теорему теорему вот эти сейчас выключу видео давайте теперь применим эту теорему значит перед тем как применять эту теорему к проблеме реализации я хочу еще две теоремы сформулировать значит во-первых есть теорема бухштабера о том что любого класса x да там неважно гомологии или когомологии fr от x содержит операцию beta p r от x где beta p r это просто значит операция вот понятно вот и вторая теорема это теорема тома сейчас простите секундочку я не очень понял то есть эта операция всегда определена оказывается ой сейчас ой что ж такое ты вчера писал сколько-то ерунду сейчас спасибо извините fr на да вот так да спасибо да конечно что fr если домножить его на p r минус 1 то он будет содержать beta p r от x то есть она действительно всегда определена после домножения x на p r минус 1 и вот содержит beta p r от x ну грубо говоря грубо это следует из того что если вы посмотрите на спектральную пассианность от яхер цебруха ну ладно не важно очень такая терема вот дальше терема тома терема тома говорит такое что вот она близка к нашей что если у вас класс x есть в n их к гомологиях с коэффициентами z по p z и класс y в n плюс vr напоминаю с первых гомологиях x с коэффициентами z по z то тогда выполнена равенство что вы можете взять p r от x спарить с y а можете x спарить с h от p r от y значит здесь h это антипод vp алгебра синер алгебра хобф в ней есть антипод вот h это хорошо значит теперь давайте докажем основную нашу лем такая пусть x такой спектр ну или клещный комплект выполнен два условия значит у него рациональные гомологии равны нулю и существует класс когомологии n мер такой что операция pr на нем определена и β х от p от x не равно нулю то есть еще раз есть класс гомологии на котором определен и вот некоторые операции стинрада β х от p действуют ненулевым образом утверждается что тогда существует класса целочистыми в размере cn плюс vr на p-1 такой что любого натурального m заамина просто с p класс m на p в степени r-1 от a не реализуют вот 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 такая значит давайте ее теперь докажем чтобы хоть что-то доказать значит как бы замечание первое что как я уже говорил у нас мы все прошлое время потратили на построение препятствий построение препятствий это fr и значит первое значит достаточно показать что fr от m на p-1 это как бы определено ну не содержит ноль в смысле что fr определено и действует не нулем на вот этом классе вот ну а дальше смотрите fr это был дифференциал спектральной сетей херцебруха для катерии локализованной f поэтому ну на m нам абсолютно наплевать вот но это равносильно тому что fr вот просто p-1 это во-первых не пусто во-вторых не содержит нуля хорошо значит дальше что второе значит второе мы знаем что вообще мы хотим такой класса построить смотрите мы знаем что b это хи от пр от x не равно нулю вот ну это значит что существует целочисленный класс существует класса такое что а спаренная с хи от пр от x нервно и это собственно будет как бы вот единственное наше условие на класс а достаточно просто чтобы а спаривался с хи от пр от x не нулем да а это целочисленный класс а этот класс коэффициент z по pz это это как бы z по pz вот хорошо значит третье собственно да третье мы знаем что давайте теперь применим нашу теорему смотрите мы знаем что fr определена на x и fr определена на p степень r минус 1 на да вот ну как бы вот это условие а вот это буштебер вот ну и да у нас еще было в условиях теоремы что рациональный когмологии равны нулю но это мы затребовали условия хлем вот значит мы как бы смело можем применить теорему значит теорема нам дает что имеется корректный равен значит какое что fr с волной от p степень r минус 1 а x равно минус p да равняется минус fr равно минус хорошо дальше что мы знаем мы знаем опять же что по тюреме буштебера у меня fr от p минус 1 а содержит b пр от x вот ну это значит что fr с волной содержит p рота по модулю ядра бакштейна то есть вы знаете что если вы примените бета сюда и бета сюда то вы как бы получите это ну это значит что по модулю ядра бета пр содержится здесь вот но ядро бета спаривается с x нулем то есть так как x x целочистный класс поэтому с ядром бакштейна спаривается нулем то это значит что вот это спаривание просто равно спариванию p рота с x вот дальше можно применить том значит применяя тома да это то что я говорил что мы что для pr есть бой теорему дома мы знаем что pr от а спаренная с x это то же самое что а спаренная с хи от пр от а с хи от пр от x и по построению а по построению а это не 0 вот а что значит из этого следует да то есть мы получили что наше спаривание не нулевое что f раз волной вот pr минус 1 это x не равно нулю ну как бы так как x целочистный класс ну то на самом деле это следует что как бы вот здесь вот не может быть ничего целочистного значит btfr не содержит нуля ну и то есть btf то есть fr на самом деле вот эта теорема она позволяет да на самом деле как бы вот это равенство мы формально нигде здесь не использовали вот это так тоже довольно забавно то есть мы использовали только что 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 эта штука она не зависит что здесь спаривать то есть так как на x определенная fr то вот это спаривание оно корректно мы используем только корректность спаривания эта запись корректная вообще не зависит от того где брать вот и используя то что это не зависит от того где брать мы получили что вот эта штука не ноль из нее получили вот эту теорию теперь как бы разумный вопрос чем эта лемма замечательная ну эта лемма замечательная в следующем что ну смотрите вот это условие ну как бы это вообще не условие да потому что ну то что рациональные гомологии равны нулю там рациональные гомологии всегда можно убивать в общем-то без вреда для чего-либо вот поэтому это считается вообще не условие второе условие оно ну о чем оно о том что у нас fr определена на x то есть класс x с чего-то стягивается и то что какая-то операция стинрода на x действует не нулем ну в общем-то тоже такие условия как бы ну вполне себе можно проверять такие классы вполне себе можно строить чтобы класс чего-то стягивался то есть вот это представимые условия вообще и вот это это про разговор про операцию стиль. И если вот эти два условия удовлетворены, то мы получаем все, мы получаем сильно нереализуемый класс. И это, ну, как бы вот очень-очень хорошо, то есть как бы за это была вся борьба. Это как бы разговор о том, когда я говорил, что вопрос о том, ноль дифференциал или не ноль дифференциал спектральной статей Херцебруха для категории очень легко проверять. Вот его очень легко проверять, потому что на самом деле ноль или не ноль, это вот про эти два условия, которые на самом деле можно проверить. Вот. Давайте, как бы, вот давайте вот это скопируем. И мы разберем вот это условие. Что же оно означает? Смотрите, что означает, что fr от x не пусто. значит, fr от x не пусто. Ну, собственно, это значит, что, ну, там существует как бы настройочный спектр из х, отображение в бу наше пр, да, такое, что, значит, ур переходит в x. Правильно? Просто по определению fr от x. Это вот pullback и кинь-варианты при таких отображениях. Но дальше понятно, что Bup можно представить как омега-спектр. Давайте определение. Ну, собственно, давайте Bupr представим его как омега-спектр Bupr. qr. Сейчас, только, только давайте, сейчас, извините. Вы вот, да, извините, я, я не прав. Значит, смотрите. Вот это fr. fr от я стаскиваю k2r на p-1 плюс 1. Поэтому тут стоит r на p-1. И тут o r на p-1. Значит, определение, да, что давайте Bupr и давайте вместо r писать s. Чтобы отличать, ну, как бы, когда s, а когда r на p-1. Вот, так удобно. Значит, вот это, как бы, его можно представить, Bupr как омега-спектр. Ну, тогда, вот, собственно, из сопряженности там реплевого спектра и этого следует, что fr от x не ноль, не пусто. Ну, тогда и только тогда, когда у вас просто существует отображение из x в Bupr, значит, что тут надо поставить? Значит, у вас x н мерный, поэтому q должно быть n, а s должно быть r на p-1. Правильно? Вот, ну, и все. Таким образом, как бы, вот это условие у меня есть просто универсальный класс, который ему удовлетворяет. А именно, это класс то есть, как бы, следствие ну, есть универсальный. класс н мерный класс такой, что fr от x не равно пусто. А именно, это класс значит, у меня были у, ну, вот давайте у, n r на p-1 в h0 в h, h, n вот, вот этого пространства. Понятно? То есть, вот это условие, fr вообще определен, на классе по гомологии представимые условия. И это как раз, опять же, прелесть того, что мы работаем именно, ну, что мы вот дифференциалы так представили, что мы дифференциалы представили как pullback-kind вариант, а не просто абстрактно про них думаем, как как про как про там спектральную последовательность. Вот. Все. А у вас конечного типа, или мы еще хотим что-то сделать, или сейчас вам не важно? Ну, такие не важно. Такого не важно. Как бы zp это не важно. Как бы локализация это хорошо. Вот. То есть, я как бы находился скорее другого рода проблем. Внешнюю размерность этого комплекса. Ну, в смысле скелета тоже не хотите выбрать вообще скелет. Сейчас пока не хочу. Не, не. Сейчас пока не хочу, да. Не. Ну, тут как бы вот сейчас где где ну, вот в этой леме как бы тут нет, в смысле когда я буду непосредственно применять эту лему у меня будет конечный комплекс. Вот. Это я хочу подчеркнуть. То есть, когда я буду левым применять, мне все будет хорошо. Вот. Но пока как бы я могу обойтись. Пока я работаю на всякий случай. Для этого пространство же первого свой не выполняется. Да, для этого конечно не выполняется. Да. Для этого конечно не выполняется. Вот. И да. Собственно дальше что? То есть мы получили, что вот одно из условий у нас есть как бы универсальное пространство. Вот. Теперь как бы нам надо убить у него рациональный когмологии как-то хорошо. Вот. И во-вторых ну вот понять когда вот эта штука действует. В этой хиат-ПР когда действует на нашем универсальном классе вот это. Значит ну посчитать и потом убить рациональный когмологии тут не очень сложно. А именно как бы утверждение такое что ну в общем-то давайте его полностью напишу существуют классы а Куэсы ZP значит у вас 0 меньше и меньше S значит такие что ну собственно рациональные когмологии БУП QS с коэффициентами в Q ну это просто грудерно-коммутативный алгебра многочленов ну давайте я все-таки напишу ладно Q вот значит первый класс это будет наш QS ну а потом вот эти AQS1 ну и так AQ S AQ AQS S-1 это соответственно Q четно ну и тут только внешняя алгебра то же самое Q нечетно ну это я думаю как бы на самом деле должно быть понятно собственно ровно из-за того что вот эти пространства это бесконечный пространство петель то есть это это члены как бы омега спектра для некоторого спектра так как для для спектра то есть ну давайте так совсем набросочно скажу что доказательство что значит B QS но это как бы бесконечный пространство петель над B U P S но когда у вас есть такая ситуация то есть когда у вас есть там например X Q это как бы Q ты член спектра ну там омега спектру то у вас просто всегда ну кагмология X Q с рациональными коэффициентами это как раз в общем-то более-менее там градуировано коммутативное алгебра многочленов порожденное ну в общем-то с образующими как бы сейчас как это сказать-то с образующими сейчас я какую-то ерунду ладно сейчас короче 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 отследует просто из того что это отследует просто из того что гомотопические группы этой штуки но непонятно как устроен это ZP когда у вас PIT когда 0 меньше 0 и меньше S и 0 иначе да то есть если вы посмотрите на башню Постникова B.U.P.S то у нее будут ZP вот в этих размерностях и все КН-варианты конечного порядка дальше когда вы ее распетлите у башни Постникова тоже петлится то есть у башни Постникова будет стоять ZP вот в этих размерностях ну там плюс Q и КН-вариант конечного порядка дальше надо написать спектральную последовательность расслоения с коэффициентами в Q Так как аэндриан конечного порядка, то навсегда будет тривиальным. Но это даст вот этот измаркистов. Ну, в общем-то, это вот следует из этого. Ну, там через одну. Ну, через одну, да. Ну, в смысле, что там? Ну, да-да. Давай. Хорошо. Теперь погнали дальше. Вот. Ну, и на самом деле теперь как их убить, тоже понятно. Вот убивать. Да, сейчас. Секунду. Хорошо. Значит, это мы разобрались с рациональным кагмологи. Дальше утверждение, ну, в общем-то, не то, чтобы какое-то суперпростое, но на самом деле не очень сложное. Ага. Да. Значит. Давайте я все-таки как бы утверждение, я сейчас что-то уже времени много. И вообще, давайте я с этими операциями Стиннерда уже там дальше на уровне утверждения скажу, и все. Вот. Дальше вам надо убить эти рациональные, дальше вам надо убить рациональные кагмологии. Ну, когда у вас рациональные кагмологии устроены вот таком способом, убивать, ну, их одно удовольствие. А именно, можно определить пространство просто rpqs. Можно определить rpqs как гомотопический слой. Ну, собственно, вот такого отображения. Ну, просто надо в произведение пространства Берг Маккейн подразить. Вот. И отображение это устроено так. Ну, вот оно должно образующую здесь y у плюс 2i. Переводить в p, умноженную на, ну, вот, aqs. То есть я убиваю p на вот эти мои образующие. Ну, и, собственно, как бы и q. И q переходит в uqs. То есть идея в том, что, как бы, откуда здесь p? Ну, идея в том, что я все-таки хочу убить, ну, только рациональные кагмологии. Я не хочу убивать, как бы, совсем эти классы. Мне эти классы нужны. Я хочу убить только рациональные. Вот. Ну, вот поэтому, как бы, надо их домножить на p. Не очень понятно, почему p хватает. То есть понятно, что здесь можно поставить какую-то очень большую степень степень. И тогда очевидно, что, ну, вот эта конструкция, она убьет рациональные, но, условно говоря, как бы, p-кручение, она не тронит. Вся структура по p останется, если тут сделать очень большим это. Но оказывается, что можно, как бы, и не делать большого. Можно, оказывается, просто поставить p. Ну, дальше что? Теперь, как бы, мы следствие очевидное. Что у нас вот в этом RPQS, да, есть класс, ну, вот, собственно, который пришел из UQS. Ну, давайте его вот называть VQS. Да, и что мы имеем? Мы имеем, во-первых, что мы как раз добились, что рациональные когмологии равны нулю. И второе, мы знаем, что FR определена, ну, просто, как бы, чисто по построению на VQS. Значит, таким образом мы вот уже совсем приблизились. Мы удовлетворили первое условие, удовлетворили второе условие. Ну, дальше, вот, как бы, такая довольно муторная работа – это разбираться, ну, с тем, собственно, когда там действует операция стильный. То, что эта работа муторная и, как бы, не совсем простая, следует хотя бы из того, что, ну, вот, если вспомнить, какое число было в этой оценке. То есть вот это число, оно, как бы, вообще-то говоря, не суперпростое. Вот, из этого следует, что, как бы, вот эта работа, разбираться с операциями Стинрода, еще и там этот антиавтоморфизм, в общем-то, это такая, как бы, она абсолютно неидейная. То есть там, как бы, все методы абсолютно классические, как бы, в антиберической топологии люди, как бы, действие операции Стинрода было довольно долго одним из основных методов что-то изучать. Поэтому люди наполотыкались там про них что-то понимать очень хорошо. Вот, поэтому там, как бы, одни классические методы. Но я это рассказывать как-то долго и не очень хочу. Вот, ну, и, в общем-то, оказывается, что, давайте уже заканчивать, вот, собственно, хотели пример, было желание пример, вот, теперь, как бы, мы дошли до того, что пример строить. Ну, собственно, пример. Ну, на самом деле, даже это понятно, какое пространство. То есть у нас есть пространство R от N. Это мы должны взять букет по всем P. Ну, вот такого очень странного пространства. Ну, хотя, на самом деле, понятно. То есть, как бы, идейно, это наше же пространство RP, вот, которое мы построили. То есть это RP с какими-то очень странными индексами, которые как раз приходят из того, чтобы там вот эта операция бета-хи от PR правильно действовала. Вот. Но идейно, это вот пространство такого сорта. То есть это просто некоторая гомотопическая модификация BU, ну, локализованная, ну, с убитыми, как гомолом. Ну, и, значит, собственно, пример. Ну, и вот, как бы, дальше смотрите. У этого... Какой тут будет класс гомологии? Ну, какой будет класс гомологии здесь, понятно, по крайней мере, в RP. Вам надо взять образующую, то есть вам надо взять вот этот V, ну, давайте, как бы, QS, да, VQS, который лежит где? Ваш вот этот. Давайте даже не QS, а я просто вот это все число как-нибудь обозначу. Вот, например, омега. Вот. N минус 2 омега на P минус 1. Да? Вот RP. Здесь G томегу QS. Дальше я применяю лемму. Лемму, да, у меня ультрафиет это, ультрафиет это, ну, и вот утверждается, что вот это будет действовать. Тогда A лежит в N плюс 2R на P минус 1. Давайте, как бы, проверять, что все сходится. Ну, и тогда, как бы, я беру A в H, N, ну, вот, как бы, плюс 2 омега. Просто, значит, с тем условием, ну, вот, как время было, значит, просто с тем условием, что A спаривается с P, с P омега. По омега это операция с Тинрак. Вот. В, там, QS. Не нужно. Ну, все. Ну, а дальше надо, ну, это как бы АП, да, для простого П. Ну, а дальше, собственно, класс. Это сумма этих АП. Ну, это на самом деле, как бы, да, по желанию я, как бы, еще что-то могу сказать. Вот. А глобально, наверное, это более-менее все. Вот, то есть основное, если пройтись по основным моментам, то основные моменты были такие. Значит, мы хотим построить класс гомологий, который бы после домножения достаточно большое число все равно бы не реализовался. Нам для этого нужны препятствия. Вот. Препятствия есть, дифференциалы, спритеренциальные затеи Херцебруха для бордизма, но они очень сложны. Поэтому мы перешли в ка-теории. Вот. Дальше в ка-теории, как бы, непосредственно дифференциалы, если прям тупо пытаться что-то про них понять, то, особенно на гомологиях, то это тоже сложно. Вот. Ну вот поэтому мы доказали такую теорему двойственности, когда мы умеем из операций на гомологиях получать операции на когомологии. Вот это. То есть это такая теорема про какой-то спарик. Вот. Дальше мы эту теорему применили, так тоже немножко хитро, и получили такое условие на существование такого класса. Чисто гомотопические, что рациональные гомологии должны быть ноль, класс Х должен быть представимым, стягиваться к какому-то определенному, и, значит, некоторая операция Стинрода на Х должна действовать нулем. Дальше, так как это условие представимо, то выбора в пространстве Х и в классе Х не то, чтобы очень много. Надо брать представляющее пространство и представляющий класс. Вот. После этого надо у него обрезать к гомологии, ну, обрезали, ну и разобраться с тем, как это действует. Вот. То есть разобраться с тем, как это действует, я не рассказывал, но, в общем-то, это тоже очень конкретная, очень конкретная задача. Вот. Ну и вот оказывается, что в этих пространствах у нас и все лежит. Все очень просто. Да, какие-то, может, вопросы? Спасибо. Можете сказать два слова про верхнюю осадку, все-таки про единичку? Если. Единичку. А можно я вот как бы скажу ее? У вас будет ответ для Ка-теории, если скажу, как для Ка-теории это делать? Для кабардизма? Давайте для Ка-теории скажу. То есть, хорошо. Для кабардизма там еще надо какой-то аргумент применить. А сейчас времени мало, поэтому для Ка-теории. Значит, что мы хотим доказать? Я хочу доказать, что дифференциал D0, М-1 в спектром специальности стихи Пицебруха для Ка-теории клещных комплексов. И это значит, как будто это он бьет в последнее место. Доказательство. Значит, давайте, во-первых, поймем, откуда он бьет. То есть, вот этот D0, N-1, он бьет из E, N-1, N0 в E, N-1, N, сейчас, в E, N-1, 1, N-2. Хорошо. Значит, первое замечание такое, что если N нечетно, тогда у нас Ка-теория, ну, значит, вот тут N-2, то есть коэффициенты, это N-2, Ка-теория точки. Равно нулю. Ну, короче, тогда N-2 нечетно. Да, да, это понятно. И Ка-н-2 равно нулю. Ну, и тогда все верно. Вот. Второй случай N четно. Вот. Ну, доказано от противного. Пусть у нас есть класс гомологии. Ну, собственно, такой, что вот 0 не лежит в этом дифференциале. Хорошо. Значит, смотрите, у вас дифференциал опять. Это классы, конечно, ну, это как бы, это какой-то смежный класс, да? То есть вот этот дифференциал. Это какой-то смежный класс по какой-то подгруппе в первых гомологиях. Правильно? Вот. И причем это все, эти классы, конечно, в порядке. В порядке. И это как бы смежный класс по подгруппе. Значит, ну, и давайте вот эту подгруппу, я ее обзову, как бы, ну, омега от D0, N1. Д1, это, собственно, по... Это просто объединение образов предыдущих дифференциалов. То есть у меня вот такая ситуация. Ну, дальше, на самом деле, очень сложно показать, что как только у вас есть вот такая ситуация, тогда у вас найдется класс когомологии какое-то вручение. Сказать, в каком-то вручении. Такое, что для него выполнены два условия. Во-первых, Y спаривается с этой неопределенностью нулем. А во-вторых, ну, с этой группой не нулем. Ну, это, на самом деле, просто как бы вот, когда у вас есть там группа, смежный класс по какой-то подгруппе, конечность порядка нужна там для того, чтобы там формула уличсальных коэффициентов все уважала. Вот. Ну, вот, в общем-то, можно продумать, что такое всегда есть. В это верится? Ну, вы пока еще не воспользуете, да, с тем, что это целый комплекс. Я пока еще не... Ну, нет, пока нигде не пользовался. Да, пока это все верно всегда. Это утверждение там про, про там универсальные коэффициенты, про группы универсальные коэффициенты. Вот. Хорошо. А вот теперь я пользуюсь. Теперь фокус. Значит, вот смотрите, у ваш один. Поэтому у меня, ну, как бы, есть отображение. Ф из Ха в Ка, ЗПМЗ1, которая, ну, здесь фундаментальный класс. Это, собственно, Y. Вот. Значит, давайте заметим, что F со звездочкой, что, смотрите, вот теперь по существу пользуется нестабильность, что вот это именно пространство, когда там ЗПМЗ1. мы знаем гомологию этого пространства. И мы знаем, что H2N от вот этого пространства четные его гомологии. Солочисленные. Они равны нулю. И здесь, по сути, вот тут уже, по сути, как бы, мы пользуемся нестабильностью. То, что здесь один. Стабильный, это, конечно, неверный факт. Но нестабильный четный целочисленный гомологий этого пространства равны нулю. Вот. Из этого следует, что мы можем ОФ толкнуть класс гомологии. То есть у нас вот здесь лежал класс гомологии Х. Если мы толкнем его, то мы получим ноль. Так как Х четный. Вот. Ну, как бы, вот, ну а дальше, как бы, все. Просто делаем выкладку, что F со звездочкой от Х0. Ну, короче, дальше как бы тут функциональность используется. вот, ну а и сейчас. Ну да, короче, следует. Ну, и как бы, все. Ну, а дальше противоречит со спаррингом. Спасибо. Ну. Спасибо.